Итак, федеральные служащие Америки официально вернулись к работе в четверг утром. Но об этом позорном пятне на репутации американского правительства будут помнить еще долго. Шатдаун затронул миллион госслужащих по всей стране. Большинство из них в Вашингтоне, поскольку крупнейший работодатель здесь федеральное правительство. Из столицы США репортаж Александра Панова. Сегодня утром парки, музеи и мемориалы американской столицы вернулись к нормальной работе. Барьеры разобраны, желтые ленты сорваны, убирают листья и мусор. Сотни тысяч правительственных служащих вернулись на рабочие места после 16 дней частичной остановки правительства. Шатдауна. Мы хорошо боролись, нам просто не удалось победить. Такое признание сделал вчера на закрытой встрече с республиканцами спикер Конгресса Джон Бейнер. Накануне вечером обе палаты приняли межпартийный план лидеров Сената Рида и МакКоннелла, обеспечивающий финансирование правительства на три месяца и поднимающий потолок государственного долга на срок четыре месяца. Уже после наступления полуночи документ подписал президент Обама. Впрочем, в Нижней палате 144 республиканца проголосовали против, недовольные тем, что не удалось отменить или задержать на год Обамы хранения, реформу здравоохранения, предусматривающую обязательное медицинское страхование. В республиканской партии очевидный раскол. Многие законодатели, в том числе и Джон МакКейн, заявляют, что шатдаун был ошибкой, нанесшей огромные уроны экономике и избирателям, и собственно республиканской партии. Выключение правительства было неумной стратегией, шагом в неверном направлении. Я надеюсь, что такого больше не повторится. Президент Обама выступил сегодня с заявлением, в котором возложил вину за кризис на непримиримых политических оппонентов, впрочем, воздержавшись от прямого признания своей политической победы. Давайте будем откровенны. Победителей здесь нет. В последней неделе был нанесен значительный ущерб экономике, которого можно было легко избежать. Ничего не могло нанести большего ущерба авторитету Америки в мире, нашим отношениям с другими странами, чем спектакль, который все мы наблюдали. Неудивительно, что американцы сыты по горло Вашингтоном. Политиканство, искусственно созданные кризисы должны уйти в прошлое, заявил Обама, обозначив три важнейшие задачи, которые законодательные и исполнительные власти должны решить вместе. Принять бюджет, провести миграционную реформу и закон о фермерах. Для согласования бюджета у законодателей определен срок в 57 дней. Уже сегодня утром главы бюджетных комитетов, обеих палат и обеих партий провели рабочий завтрак и затем вышли к журналистам, подтвердив, что они преисполнены желание работать вместе и договариваться. Проблема в том, что все это мы слышали раньше, в том числе два года назад, когда шатдаун удалось избежать в самый последний момент. Сейчас слишком рано, чтобы сообщать вам какие-то цифры будущего бюджета. Мы только начали дискуссии, но все мы понимаем, что нам предстоит сделать. Мы думаем, что сейчас самое время, чтобы попытаться согласовать наши различия. Председатель Райан знает, что я никогда не проголосую за его бюджет, а он никогда не поддержит мой вариант. Наша задача найти общую почву и создать бюджет, за который мы оба сможем проголосовать. Сегодняшнее заявление законодателя оставляет ощущение дежавю. Но повторение шатдауна, похоже, не хочет никто из них. Значит, надо идти вперед, от слов к делу. Впереди непростые переговоры. Все предыдущие попытки согласовать бюджет неизменно терпели крах. Республиканцы выступают против повышения налогов, а демократы против сокращения социальных программ. Времени, чтобы договориться, опять немного. Александр Панов, Дмитрий Шахов, РТВА, Вашингтон.